Всем привет! У нас с вами начинается новый влог. И что? Я в общем сейчас поделала все свои дела. У меня сегодня будет заказ сейвен. Там есть новинки, между прочим. Там такая помада красивая, в каталоге по крайней мере была. А еще я заказывала патчи новые. Азиатские вышли. Корейские, да. И еще что-то. А, расческа классная. Аналог тенгл тизер для укладки, вытягивания волос феном. Но сейчас мы с вами, знаете, что будем готовить? Готовить будем абэд. Буду использовать спаржу. Обжарю ее. Затем я добавлю чуть-чуть... Как бы, я не знаю, в формате омлета мне сделать лучше. Или в формате яичницы. Посмотрим сейчас. И салатик. Да. Я еще также пью шиповник. Я стараюсь сейчас налегать на этот напиток. Чай с лимоном. Обожаю лимон. Поэтому, да. Что еще хотел сказать вам? Да, в принципе, ничего такого нового. Продолжайте смотреть. Итак, смотрите, что нам понадобится. Сковородка. Ну, это обычная, кстати, сковородка из Ашана, по-моему. Так, дальше спаржа. Ой, фасоль, девчонки. Не спаржа, а фасоль. И два яйца. Яйца я сейчас собью венчиком. Да, добавлю туда чуть-чуть горчицы. Чуть-чуть, так, оповещение какое-то вылезло. Чуть-чуть горчицы. Чуть-чуть, я вот думаю, по поводу сметаны добавлять, не добавлять. Сейчас посмотрим, чтобы такой вкус... И также добавлю соевый соус, чтобы вкус такой был более-менее. В общем, для начала, что мы делаем? Мы подготавливаем яйца. Так, сковороду сюда. Так, нам понадобится мисочка вот такая. Вот, видите, вот такая мисочка. И сейчас я подготовлю все и покажу вам. Так, я взбила, подготовила чуть-чуть. Скажите, что я вам сейчас все однотипное показываю? Ну, это действительно, как бы, мне нравится, по крайней мере, это есть. Так, что я хочу сделать? Я хочу добавить томатного сока вместо кетчупа. Чуть-чуть его добавлю. Так, горчицу сейчас достану. Горчица у меня вот такая очень-очень классная, девчонки, остренькая. Если любите, то вам тоже понравится. Чуть-чуть. Далее, далее, у нас, что я хотела сказать? Так, что я хотела говорить? Я хочу соевый. Соевый, соевый. У меня, кстати, есть еще особо острый вот такой соус. Но его, девчонки, надо вот чуть-чуть. Он очень острый. Вот очень. Он типа кисло-сладкого из Макдональдса. Можно добавить чуть-чуть. Я перец хочу. Прям вот тут много. И чуть-чуть соевого соуса терияки. Можно не солить, потому что соевый соус, он соленый. Нам зачем надо лишняя соль. Так. Вот все, что любите, все и добавляйте. И опять перемешиваем. Так, отставляем нашу смесь. Берем сковородку. И так как у нас вот эта фасоль, она замороженная, и на ней чуть-чуть присутствует лед. Нам нужно ее, прежде чем готовить, ее разморозить. Можно отдельно разморозить, а можно на сковородке. Как это делается? Вы включаете сковороду на средний огонь. Даже чуть-чуть меньше среднего. Дальше на сухую сковороду высыпаете. Это все дело. Ну сколько тут? Ну вот такого количества хватит, в принципе. Многовато, наверное, будет. Так, дальше смотрите. Берем лопатку. И начинаем постепенно. Ух, тебе чуть-чуть поменьше надо сделать. Постепенно разогревать нашу спаржу. Ой, ну почему я путаю со спаржей постоянно? Для чего это? Если мы сейчас сразу добавим масло. Масло в контакте с водой начнет стрелять. И будет полная опа, девчонки. Вся кухня загадится. Так. И вот продолжаем так на медленном, почти медленном огне разогревать, размораживать, так скажем, нашу спаржу. Да, Господи, пусть это будет спаржа, фасоль. И потом уже чуть-чуть добавим масла. Его можно, в принципе, в эту смесь яичную добавить. И уже будем добавлять сюда. Обычно на размораживание уходит где-то, вот видите, прям шматок. На размораживание уходит где-то минуты три. Если вот так помешивать постоянно. Вода постепенно уходит отсюда. Испаряется. И все хорошо. Так, включусь к вам, когда уже буду добавлять нашу яичную смесь. Вот специально вас приблизила. Видите, за счет того, что мы разморозили без масла, все это прошло очень быстро, так скажем, и бесполезненно для кухни. Безболезненно. Видите, вода сразу раз испаряется, раз испаряется. И таким образом мы экономим время, быстро размораживаем все на сковородке. Сейчас, как только я при перемешивании, смешивании, давайте вот так сделаем. Сейчас, секунду. Как только при смешивании и перемешивании нашей фасоли я увижу, что воды нет, тогда я сразу добавлю чуть-чуть масла и уже нашу яичную смесь. Все. Теперь чуть-чуть масла. Чуть-чуть. Тонкой строчкой. Огонь еще меньше делаю. И вот таким образом мы с вами все это дело доводим до ума. Так, смешали. Теперь очередь за... Кстати, жареной картошкой запахла. Хотя я не картошку жарю. Так, все готово. Дальше еще раз смешиваю и ввожу вот так. Пока все это дело не схватилось, вот так вот чуть-чуть распределю равномерно. И можно еще крышкой накрыть. И чуть-чуть добавлю огня. На средний огонь до готовности. Вот такое у нас с вами блюдо получится. Интересно. В принципе, можно перемешать вот так вот, когда уже схватится. Или же сейчас начать перемешивать. Ну, блин, мне кажется, в формате такого мини-пирога будет лучше, наверное. Ладно, сейчас посмотрим, как это все дело будет. И покажу вам финальный результат. И вот такой вариант сервировки у меня получился. И в итоге я все смешала. Тут у меня огурец, перец, помидор. И вот, в принципе, яичница, можно сказать. И я надеюсь, вам этот рецепт был полезен, интересен. Все, кто кушает, приятного аппетита. Ну что, забрала я Эйвон. И давайте вместе распаковку снимем. Так, может, рядом. Я за одну сторонку гуляла. Он сейчас будет на заднем плане сушиться. У меня тут новая помада. Так, сейчас. Все. Так, напоминаю, ссылка внизу на регистрацию под видео. Я всегда вам оставляю. Так, что это? Зарабатывай больше. Это ты, закажи одну помаду 40% и две помады 50%. Вот, выгодное предложение. Дальше. У нас идет каталог, который будет... О, у них что-то новое выходит. Лила, Виолет, Рос. Целухайте, а я хочу этот аромат. Он будет с 14 апреля по 4 мая. Так, вот листанусь, посмотреть, что тут новое есть. Люблю заглянуть в будущее. Ароматы со скрыткой. Вот они новенькие. 499 рублей на мае, кстати. Дальше. У нас еще вот такая брошюра. Акционная. 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 Так. Так, мои планы. Придумать весенний образ. Управить девичник. Заказать приз. Прикольненько. Можете поставить на паузу и прочитать. Так, погнали. Что у меня тут первое? У меня первая тут лежит вот такая система. Это новая корейская. Это умывашка. Эксфолиант, это перенескатка. И сама тканевая маска. У меня есть еще одна тканевая маска. Китайская, которая. Но мы с вами протестируем или в видео, или в инстаграме. Поэтому подписывайтесь на инстаграм. Там будет в 1-2. Вот такая трехступенчатая система. Дальше, дальше, дальше. Вот такую разогревающую маску от Planet Spa заказала. Русская баня с экстрактом сибирской сосны и эвкалипта. Маска для глубокого очищения кожи лица. Тоже протестирую я, кстати, от Planet Spa. Вот это еще не пробовала серию. Дальше, девчонки. Патчи. Знаете, они запечатаны. Айпатч, Ботаник. Что, что, что у нас тут? Гидрогелевые патчи для глаз зеленым чаем. Так что посмотрим. Так, дальше помада. Помадульку я сейчас распечатаю. У меня оттенок... Вот видите, да? Сейчас покажу тон. Но должен быть красивый лиловый. И посмотрите, какая крутая расчетка. Видите? Она керамическая. Типа коктейн был кузер. Вот у них есть наподобие такие щетки с керамическим покрытием. Когда сушишь волосы феном, вот, мы не посушились феном. Когда сушишь волосы феном, она за счет керамического покрытия сглаживается чуть-чуть. Тоже посмотрим. Так, потолок, который будет, кстати, у нас тут, видите, идут ампулы. Новые. Это сыворотки, кто пробовал, напишите, как вам. Тут очень много одежды. Также вот эта вот корейская серия. Так, ну и давайте откроем помадульку. Хочу посмотреть цвет. Слушайте, она так приятно пахнет. Видите, какой у нее дизайн. Матовая такая, многогранная. И вот свотч. Очень красивый оттенок. Очень матовая. Потом еще на губы нанесу и расскажу вам. Вот такой был заказ. Я буду пробовать тестировать. Обязательно вам разобраться. По нежданчикам, да, оказаться у меня в ванне. Смотрите, я собралась в ванне лежать, естественно. А у меня вот такая крымская соль. Очень-очень классная. Это из фитса. Она такая крупная достаточно. Ну, в принципе, вот, можно увидеть. И пена. Пена тоже обалденная. Пахнет просто нереально. Это молиция, правильно называется, с ирисом. Видите, сколько я ее потрепала. Но плюс эта пена заключается в том еще, что ее можно использовать как гель для душа. Видите, шауэр-пам, ириш-лауэрс. В общем, вы меня поняли. И что я еще хочу. Мне в моде прислали вот такую бомбочку для ванн с предсказанием. Вот я ее хочу пахнуть. Да. И так же сделаю маску сейчас. Я очень люблю делать маску именно в ванне. Когда лежу вот такой вот Эйвен, я вам показывала ее. Так. Это видите, увлажняющая тканевая маска. Потом расскажу вам, как она мне понравилась или нет. Ну все, сейчас будем бомбочку отсюда. А мне тут пришла посылка. Какой-то пакет. Сейчас откроем и посмотрим. Вы знаете, что это? Это Стеллари и их уходовая косметика. Как найти камни? Сейчас посмотрим. Ну на самом деле мне сами менеджеры Стеллари написали о том, что... Пиар-менеджер я имею в виду. О том, что не хотите ли вы протестировать нашу новую уходовую косметику. То есть, в честь, что в Волгограде я ее не могла найти, я с удовольствием согласилась. Если бы я нашла ее раньше, естественно, я бы уже купила и протестировала. Давайте откроем и посмотрим, что там внутри. Итак, вот что я все вытащила. Первое. Это у нас увлажняющий крем-гель для умывания. Деликатное очищение с водородной водой для сухой чувствительной кожи. Стеллари Скин Студио. Дальше у нас идет вот такой... О, клопачок. Вот такой вот мультиактивный крем для обновления кожи. С ахокислотами и витамином С для комбинированной склонной к жирности кожи. Дальше у нас идет знаменитое и гидрофильное масло для очищения. С маслом виноградной косточки для всех типов. Дальше вот такие вот патчи. Тканевые против признаков усталости с витамином С. Энергия и сияние. По 30 штук. Получается 15 пар. Дальше у нас идет вот такой крем для глубокого увлажнения дневной с гиалуроновой кислотой. Для всех типов. Все вроде, да? Да. И у нас идут вот такие штучки. Это коллаген. Их формула концентрат, капсулы. Дальше у нас идут вот такие еще гидрогелевые патчи с ретинолом. Потом дальше с витамином А. Тоже, да, капсулы. И еще с ретинолом. Да, это коллаген, это витамин А и Е, ретинол. И вот такие маски тканевые. Также мне брошюру положили. Очень, кстати, приятно. Так. Потом я ознакомлюсь, посмотрю, что и как. Я жду и не дождусь, когда уже появится Стеллари у нас в магазинах, магнит косметик. Нигде нет, ни в Волгограде, ни в Волжском. Смотрите, вот такая тканевая маска для лица с ретинолом и полипептидами. Дальше тканевая маска с экстрактом ягод асаи, гиалуроновой кислотой. Бабл маска, бамбуковый уголь. С удовольствием попробую их. И вот такая тканевая глубокое увлажнение. Большое спасибо Стеллари. Вот, огромное спасибо за то, что они мне прислали то, что я давно хотела протестить. Жду и не дождусь, когда они завезут уже в Волгоград и в Волжске их продукцию. Хочу пробовать, пробовать и еще раз пробовать. Я тут психанула в прямом смысле этого слова. Сижу так с косметикой, со своей. И я решаю отдать. У меня есть одна девочка молодая. Она, в общем, пытается, как правильно сказать, пытается, в общем, краситься, там еще что-то. Вот я решаю ей отдать всю косметику свою, которая вот у меня есть, которой я не буду точно пользоваться. Во-первых, мне перестало нравиться мое накрашенное лицо. Не знаю, почему, кстати. И, в принципе, пусть лучше человек пользуется, чем у меня будет просто лежать и пылиться. И я буду перекладывать с места на место. Я ей отдам вот эту палетку от Maybelline. Так, дальше вот эту палетку розовых теней, которая вот аналог Huda Beauty из New Cheek. Она нормальная, у меня, по крайней мере, аллергии ничего не было. Также, смотрите, вот эти палетки я решила. Я уже обзор на них сняла и решаю их отдать, потому что, ну, она мне будет пылиться. Девчонки, честно, мне кажется, лучше отдать, чем просто, вот я не понимаю, некоторые люди, которые коллекционируют косметику. Она меня моментами начинает раздражать. Не знаю, вот эту палетку отдам. Вот эту палетку Millet Pepper отдам тоже. Дальше, вот эту от Essence, все-таки мне она как бы нет. К сожалению, я вам уже рассказывала в видео, если видео это выпущу, потому что я посмотрю. Нормально я там уже гляжу чине? В общем, тоже нет, нет. Хотя вот купила ее абсолютно недавно, думала, классная она будет. Но у нее тут такие оттенки, как бы, ну, не для меня, серьезно. Правильно, мне нужно уже более такое вот, как правильно сказать. Ну, в общем, хочу по-другому все теперь в этой жизни сделать. Так, вот эту палетку. От Focalure у меня еще одна придет какая-то там палетка, но я не хочу коллекционировать их. Нет смысла, я не буду краситься. Сейчас будет лето, я не буду краситься. Если у меня будет необходимость в какой-то палетке, я или закажу, или куплю себе. Так, Modern Ballerine, вот это вот все я отдам. Дальше, карандашик с грифлем, он как раз-таки светленький, от Focalure тоже. Я думаю, понравится, потому что мне нравится. А вот этот вот Millet Paper я отдам помаду все-таки. Немножечко, как бы, не мой цвет, но упаковка красивая вообще. Так, дальше, дальше, дальше. Куча карандашиков. А, вот смотрите, Shine Bombita я отдам в 104-м. Ну, пусть как топпер использует, пусть играется. Такую помаду розовенькую. Что-то мне перестали нравиться розовую помаду, тоже пару раз использовала. Вот эта помада, Nude Mat. Стоп, она у меня, по-моему, закончилась. А, куда ты это? Она у меня закончилась. Просто и баночки посидят. Я, видно, кинула ее и сгребла. Вот много карандашиков для губ, которые... Они хорошие, я ими пользовалась. И они нормальные абсолютно. Абсолютно. Просто я решаю немножечко переосмыслить свою косметичку и оставить те продукты, которые мне будут актуальны. Бургунди. Это Stellar. Их коллекция тоже пусть пользуется. Тем более у нее розовые тени красивые. Вот эта вот тушь. Я ей буквально один раз воспользовалась. Не знаю, возьмет, не возьмет. Если не возьмет, то я ее выброшу. Это Benefit. Бэнк-бэнк. У нее такая кисточка. Но она мне не удлиняла абсолютно ресницы. Она делала их прямыми. Так что вот. Вот это вот все. Так что если... Так что так, что два раза. Если вы будете спрашивать, где эти палетки, знаете, что... И вот эта помада, которая мне приходила, знаете, что я это все подарила. А сама я, наверное, себе больше декоративного ничего не буду покупать. Буду приходить к минимализму. Не знаю почему. Хочу вот, чтобы у меня вообще фактически ничего не было. И мне вот еще раз говорю, перестало нравиться накрашенное мое лицо. Фиг его знать, с чем это связано. Ну, в общем, как... Вот что у меня осталось. Это вся моя косметика. Больше у меня ничего нет. Консилер я не раздаю, потому что это у меня типичный расходник. У меня тут A1 True, Catrice Liquid Camouflage, Evelyn. И эстрад. Тут у меня еще вот такие вот румяно-жидкие от Focalure. Мне они нравятся. Одна база, две тональные основы, один фиксирующий спрей. Помада у меня тоже немного. Artvisage 701 оттенок. Матовая очень красивая. Evelyn тоже часто видите у меня на губах. Это с Oh My Lip Kit. Make, Господи. Lip Kit. 0,1 оттенок. Матовая помада плюс карандаш. Карандаша у меня уже давно нет. Я его отдала. Дальше вот это вот L'Oreal. Тоже красивая помада. Оттеночек 836. Beauty Bomb у меня вот такой цвет. Ходовой 0,3. Дальше помадки у меня от Evelyn Sabo 35 оттенок. Rouge Velvet. Это Bourjois 18. Две помады. Это 80 и 120. Вот это 80 и 120. Это Maybelline Matte Lip Stick. Господи. Кодовой 32 оттенок. Очень красиво. Кстати, всем подойдет. Так, 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 так. Это положу. И два карандашика себе оставила. И плюс еще у меня два карандаша от L'Amel. И все блески я кинула к себе в сумку. Это 0,7 стеллари. И 15 универсальные карандаши. Дальше туши для ресниц у меня Эйфория. Эфиопик, Господи. Вот Эйвен. И вот это 5 в 1. Подводки для глаз Кабаре, Вивен Сабо и Покалюр. Дальше стеллари. Это фиксирующий гель. База заканчивается под тени. Карандаш L'Amel. 102 номер коричневый. Вот этот вот Каял Milk. Это стеллари. База под тени стеллари. И вот эта база тоже добивая. Так, тут что у нас? Тут у нас все для лица. И так, ну, глиттеры L'Amel, естественно, они не уйдут из моей косметички. Никогда, мне кажется. Потому что они любые макияж делают лучше. Двое теней от Luxe Visage Metal Hype. Оттенки, да? Оттенки, давайте скажу. На самом деле, я их как бы ношу. Седьмой и четвертый. Между собой они хорошо сочетаются. Поэтому отлично. Иногда даже в качестве хайлайтера наношу. Так, тут у меня Maybelline Cream de Rose. 91 оттенок. Кстати, нигде его не могу найти. Это тут чуть-чуть прям буквально осталось. Как база под тени. Просто как индивидуальное исполнение. Можно наносить выравнивание веком делать. Так, смотрите. Блаж это Taupe of Weight. А, 404, хотел сказать, 701. Это L'Amel. Дальше вот такие румяшки. Румяшки пусть у меня будут. Это 401 персиковый. Bourjois 33. Хайлайтер. Мой самый-самый любимый. Это Vivienne Sabo. Две палетки от Evelyn я оставила. Две палетки. Одна вот эта Nude. С базовыми цветами. И вот эта Rose. Больше мне ничего не надо. Stellarie тройку. Астелла контурирующую. И пудры. Это у меня Catrice. И две от Evelyn. Это транспарентная. Это банановая. Все. Вот такого набора косметики у меня, в принципе, и хватит. Много что у меня приходит моя родственница, которая все не то, чтобы забирает. Я, например, показывала, мне вот это нравится. Я говорю, ну, если нравится, попробуй. Она пробует. Она говорит, ну, вот хочу. Я говорю, ну, ладно, забирай. Вот так и происходит. И мне кажется, вот эта косметичка, мне кажется, да, для среднестатистического человека может быть и многовато. Но для меня, для человека, который любит косметику, это нормально. Тем более я сейчас основной посыл. И вообще в канале будет у меня именно упор на уход. Такие дела. Все. Теперь у меня такая вот пуля. Так, ну что, я тут пока собираюсь. У меня записи идет такой нимт, да? Блин, вот эта кладовка, конечно. Чин. Лисы. Что надо подбирать. И знаете, что самое интересное? Я сейчас собираюсь в студию. И у нас вроде как Таня, Таня, моя подписчица, сегодня ко мне на стрижку придет. И на брови. Только не я буду делать брови, а мама? Че это мокрое? Тихо, мокрое. Не ты? И что, и что хотела вам сказать по поводу стрижки, да? Почему, собственно говоря, я подстрелилась? Дело в том, что вы знаете мою историю с... Я пока собираюсь, я решила это сказать. Вы знаете мою историю с филировкой. И там был вариант действительно только стричься. Потому что волосы не росли. Ну как они росли, но они очень сильно выворачивались в разные стороны. И их тяжело было укладывать. То есть, если вот даже накладные волосы цепляешь, оно вот так вот выбивается, вот эта филировка. Очень некрасиво. Тем более, я знала прекрасно, что рано липус придется отстричь. Решила отстричь сейчас, пока... Ой. Чуть-чуть-чуть. Сейчас по телефону пахло. Пока есть время. В общем, их немножечко отрастить к лету. Потому что летом я не смогу с такой стричкой ходить. И, естественно, это не значит, что я не буду нацеплять свои любимые волосы на закуп. Я просто их люблю, поэтому буду делать. Так. Но и свои отращивать тоже буду. По крайней мере, у меня теперь хоть хорошие кончики. Это вынужденная мера. Может быть, я и не делала эту стричку. Так. Что я делаю? А, по поводу куртки. Вот в эту куртку спрашиваете. Кстати, воротник хорошо очищается влажными салфетками для снятия макияжа. Про эту куртку часто спрашиваете. Это куртка. У нас есть бутик. Называется Мулен Руж, по-моему. Да. Вот в прошлом году я его купила. Этот пуховик, господи, эту куртку. Там. По наводке своей знакомой. В общем, я его купила за 1000 рублей на распродаже. Где-то я в марте, по-моему, его тоже брала год назад. И вот. Ну, такой укороченный. Есть в Заре точно такие же куртки. В Заре есть офигенная куртка. Она вот по типу такой сделана с капюшоном, укороченная. Она как кожаная с двух сторон. Но вот наполнитель тоже у нее... Как называется-то это наполнитель? Сентепон. Во. И она стоит 5000. Ну, такая красивая. Ой, я не могу. Я сейчас навлюбилась в магазин Зара. Прям нравится мне. Да? Иди сюда. Иди ко мне. Иди. Едь. Еще? Я, наверное, пойду работать. А ты будешь один за главным. М? За главным будешь тут сторожила. У меня сторожевой пес. Надо табличку повесить. Осторожно. Зная, щаблока. Так. Ладно. Ой. Все. Надо обуться и бежать. Да, это, по-моему, Польша. Польша. Ну, не вижу производителя. Ну, я у Света нашего брала. Тюмень. Бород Тюмень. Ну, она говорила польская вроде. Изготовлена в России. Где же польская? Ну, она говорила. Я не смотрела. И вот это у нас тоже. Ну, он многие с нейл мастера хвалит. Это прям такая. Насмерть. А у тебя какая база на ногтях? У меня вот это. Покажи мне. Я вот вам базу показываю именно. Потому что гель-лаки разные бывают. Это Рунейл. Моя любимая. Любимая. Это хорошо держится. 39-30 в Артику. А вот это можно даже донаращивать уголки. Тунейл. Тунейл. В момент у него аллергия. Хотя, я все же не знаю. Может быть, честно, уже нормально. Этой даже можно донаращивать какие-то уголки. А, она просто такая? Да. Ображиваю? Единственное, что... А номер какой? Единичка. Ну, это цвет ты там выбираешь, какой тебе нужен. Единственное, что... Не на всех там пяти пальцев. То есть, где-то один-два пальца. А, красиво, да. Ну, да, вот она такая. Молочная она? Ну, она как-то молочно-розовая. Не, не молочная. Она розовая ближе. Прожлашла? Нет. Это такая, так есть. Вот так было? Да. Вот это мне еще откроют. Но я хочу еще это повторить, потому что она такая под гель, под наращивание. Хорошо. А, это, видишь, вообще, вот это ближе к молочной. Вот это вот на мне. Вот это классно. Вот это на мне, да. Так, это смысла нет. А, да, такая. По-моему, вот ей не делали, да, когда Максвете ездили. Она мне Френч делала. Нет. Уна, Уна. Уна, да. А потом... Ну, она же разная есть. Тут Уна, видишь, Роберт База. Ну, прочитай, тут в них прижать не вижу. Я сейчас покажу. Ну, вот пока. Какое-то время и эту маму носилась, а потом ты кто в воде, конечно, возится больше всего в воде. Ну, вот это плотнее, чем вот это, Реокард. Вот это плотнее. Вот это плотнее, да? Намного. Она прям как жесткая. Я сейчас тебе покажу. Это уже закончилось, чтобы не забыть подкупить, как говорится. А вот это, смотри, ее видно. Она как даже, ну, между гелем, видишь, вообще. Ну, да. Вот это можно попробовать. Ну, все, больше у тебя бас никаких нет. Да, и самое главное, все промазывать хорошо, уголочки, если скалываются. Ну, все. Так, ну что, была у нас подписчица моя на бровках и на стрижке. В общем, я ей подровняла волосы. Так, открыла я. Где-то открыть, открыла коробку. Она нейтралку-то не поставила. И что, я надеюсь, она довольна осталась. Мне кажется, она довольна. Так, что сейчас по плану? Куда мне нужно? Мне нужно еще сегодня с одной подписчицей встретиться с девочкой. Да. Она приедет ко мне в 6 часов. Да. Она приедет ко мне в 6 часов. Мне нравится. Я рассказываю, что это самое главное я понимаю. А если не понимает, как бы... Ну, ладно. У нас немножко испортилась погода. Вот сейчас... Сейчас скажу, сколько градусов. 17 градусов, говорю. У нас немножко испортилась погода. Ну, точнее, солнца нет. Как-то так. Ну, что? Что вам еще интересного рассказать по поводу ухода с Теллари? Начала я тестировать пенку. Попробовала, в принципе, неплохая. И что я еще попробовала? Крем. Дневной. Гиалуроновый. Но я не вижу. Блестит у меня лицо, не блестит? В общем, суть в чем. Мне все начали написывать про другие обзоры. Обзоры блогеров. Я хочу сказать, девчонки, честно. Я не ориентируюсь никогда на обзоры других блогеров. Во-первых, потому что я всегда опираюсь только на свое мнение. И когда только я протестирую тот или иной продукт, я скажу, смогу как бы сформулировать, нравится он мне или нет. И подходит ли он моему типу кожи. Я много раз говорила про то, что мы все индивидуумы, индивидуальны. Каждая девочка индивидуальна. И ей может подходить тот или иной продукт кому-то. Кому-то может не подходить. Это нужно учитывать. Так. Поэтому как только протестирую, так сразу вам расскажу. Еще что я еще... Я хочу попробовать еще гидрофильное масло. Два. Господи. Ой. Просто тишина. Тишины. Тишины хочу. Хочу. Так мне нравятся джинсовые куртки такие с мехом. Ну никак прям... Не такой мягкий, как в прошлом году было модно, а просто такой искусственный. Девочка пошла красиво. Мне больше нечего сказать. До свидания.